МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот школьный стадион в Голицыно излюбленное место тренировки Одинцовских и Голицынских легкоатлетов. Пока погода балует, нужно брать от тренировок все. Впереди сборы, позади серьезные первенства. О взрослых успехах юных спортсменок поговорим сегодня с тренерами Одинцовской детско-юношеской спортивной школы Виктором Горловым и Светланой Лапиной. В Одинцовской детско-юношеской спортивной школе отделение легкой атлетики появилось несколько лет назад с приходом Светланы Лапиной. Специалисты по прыжкам в высоту. Серебряный призер универсиады, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы, участница Олимпийских игр 2000 года. Знаменитая спортсменка пришла в отделение вместе с дочерью Викторией и начала набор. К тренировкам приглашались все желающие развиваться и совершенствоваться в легкой атлетике. В 11 лет я пришла в легкую атлетику после гимнастики. И начинала тоже в таких условиях. Ну, как вы знаете, тоже не было ни стадиона, ни манежа. Мы занимались на улице, в парке. Вот он назывался Ленинского комсомола. В общем, тоже у меня прошло... Моя спортивная карьера прошла не так уж гладко, так скажем, из-за того, что не было условий. Несмотря на всякие трудности, естественно, благодаря моему такому бойцовскому характеру у меня получились хорошие результаты, что я дошла до участия в Олимпийских играх. Разные ребята приходят. И талантливые, и не очень. Но я стараюсь научить детей всему тому, что я сама умею, и сделать из них, ну, если не звезд мирового масштаба, но хотя бы, чтобы они показывали какие-то достойные результаты на уровне Московской области, российских соревнований. Легкая атлетика – это циклический вид спорта, да, очень тяжелый, да, в подготовке, так как очень много повторений, очень монотонная работа. Значит, можно сказать так, выживает сильнейший, да. Ну, так и происходит, как бы, естественный отсев, и остаются только лучшие. Спустя несколько лет к Светлане присоединился ее супруг Виктор Горлов. В таком тренерском союзе появились первые звездочки – Виктория Горлова и Ирина Болдырева, ставшие победителями первенства России в 2015 году. Особенно хороши были в этом году – это Горлова Виктория и Болдырева Ирина. На всех фронтах, в которых они выступали, по своим и даже старшим возрастам, они показали великолепные результаты. Со средним возрастом Вика была призером, серебряным призером первенства России, Ира была пятой. Но когда пришло время выстартовать со спортсменами своего года, 2000-2001 года, это проходило в городе Пензе, они стали победителем, причем не однократные, а сразу трехкратные победители первенства России в своем возрасте. Со Светланой Михайловной. Впервые за долгие годы, вот после того, как она ушла со спортом, мы не уходили в отпуск, а все лето поддерживали форму. Ну и нам это удалось. Девчонкам было тяжеловато, конечно, все отдыхали, а им приходилось трудиться. С натяжкой нервничали, ругались. Ну, до драки не доходило. Сейчас на данный момент под нашим руководством тренируется 56 человек. Ну, помимо нас двоих, еще, конечно, есть у нас хорошие ребята, которые сейчас начинают работать, загорелись своим делом, но тоже специалисты хорошего профиля. Могу сказать, Аза Горулько Натальи Владимировны, Наталья Алексеевна Корнева. На фоне того, что сейчас появилось, по крайней мере, отделение в спортивной школе, тренера, в основном, конечно, за счет любви к легкой атлетике работают и энтузиазизмом. Бег, ходьба, прыжки и метание. Легкая атлетика – один из самых популярных и массовых видов спорта. С Олимпийских игр Древней Греции и до наших дней легкая атлетика является одним из самых доступных видов для хорошей физической подготовки. Международная ассоциация объединяет 212 национальных федераций. Легкоатлетические дисциплины включают различные технические виды – многоборья, пробег и кроссы. Летом и осенью спортсмены выступают на открытых стадионах, зимой перемещаются в Манеж. Легкая атлетика по сравнению с другими видами спорта не требует больших финансовых вложений. Возможно, поэтому ее популярность зашкаливает в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Лидирующие позиции на чемпионатах мира стабильно сохраняют спортсмены из США, России, Германии и Кении. Вы знаете, легкая атлетика, вид спорта в Одинцово и Одинцовском районе не самый популярный вид спорта. Это несмотря на то, что в Одинцово живут и жили довольно великие спортсмены и тренера. Когда мы начинали работать со Светланой здесь, нам прямо намекали, что вряд ли у вас здесь что-нибудь получится. Но мы поверили в себя, поверили в детей, которые с первого набора и начали потихонечку работать. В прошлом году вот здесь, в Голицыно, на базе СОЖ номер один города Голицыно построили вот этот маленький стадиончик, который, в общем-то, для нас оказался... Просто сдали его как манну небесную и, наконец, мы его получили. Вот. И благодаря именно вот этому стадиончику, я думаю, что в этом году результаты начали расти. Хочется огромное спасибо сказать директору СОЖ номер один Голицынской, Просниковой Светлане Николаевне, за предоставление вот этой базы, на которой мы сейчас тренируемся. Большое ей спасибо, она верит в нас. А почему мы едем из Одинцова в Голицын? Да просто потому, что в Одинцово нет практически стадиона. Понимаете, сезон в легкой атлетике практически весь год продолжается. И возможность тренироваться вот здесь, вот на этом стадионе, у нас практически в году 4, ну максимум 5 месяцев. А дальше мы заходим в спортивные залы, а там, честно говоря, просто не развернуться. Поэтому очень хочется иметь в Одинцово стадион и манеж. Вот. Да, многие говорят, что в Москву близко, но, поверьте, отвезти 10-20 человек в город Москву и обратно, это куча времени, вот, и ответственности. Вот. И просто нет возможности такой. Поэтому, ну, потому что времени занимает очень много. А дети хотят учиться в школах, их учиться хорошо. И заниматься любимым видом спорта в родном городе. Успех первенства России Одинцовские легкоатлеты подкрепили личными рекордами на спартакиаде «Газпрома» в Туапсе. В программе соревнований было четырехборье. Бег 60 метров, прыжки в длину, метание мяча и бег 600 метров. Ирина Болдырева по сумме очков заняла пятое место. Виктория стала второй. При этом установила новый мировой рекорд по прыжкам в длину. 6 метров, 3 сантиметра для спортсменов 13-14 лет. Впервые в этом году мы тренировались все лето практически. Не отпускали девчонок, потому что сезон очень длинный. И вот когда в конце пришло время стартовать на всероссийских соревнованиях в городе Туапсе по пионерскому четырехборью, это было в зачет спартакиады «Газпрома», пришлось девчонок подключить, потому что постольку они были готовы очень. И там на этих соревнованиях, да, Виктория показала великолепный результат в прыжках в длину 6 метров, 3 сантиметра. Потом до меня довели сведения с Федерацией лёгкой атлетики Московской области, что это оказалось мировым достижением в прыжках в длину. Вот. Для нас это было, для нас самих это было большим сюрпризом. Выступили там достойно, заняв второе место в общекомандном зачете. В личном зачете я заняла второе место, установив личный рекорд и высшее мировое достижение в прыжках в длину, прыгнув на 6 метров, 3 сантиметра. Я давно уже хотела преодолеть этот рубеж, но как-то это не сходилось, поэтому я думала... Ну, я пустила это так на самотёк. Получится? Получится. Получится? Нет. И вот так вот получилось, что, слава богу, я установила это для себя. Этот рекорд очень важный. Личные рекорды, они не всегда получаются. Главное, просто даже если что-то не получается, не стоять на месте, идти вперёд. Личный рекорд, они сами придут потом. Конечно, поначалу, когда мы только начинали, ну, то есть более серьёзно заниматься, я иногда отставала от своих соперниц по результату, потому что, ну, занимались так, ну, то есть не очень серьёзно подходили. А постепенно я начала уже понимать, подходить к этому ответственней. И вот так вот постепенно, маленькими шажками, я пришла к своему результату. И он будет расти, надеюсь. Первые мировые достижения спортсменов начали фиксировать в середине 19 века. После создания Международной ассоциации национальных легкоатлетических федераций процедура фиксирования рекордов стала централизованной. В 1996 году двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова установила мировой рекорд в беге на тысячу метров. В 2008-м легкоатлет Гульнара Самитова-Галкина показала наивысший мировой результат в беге на 3000 метров с препятствиями. С рекордом в мировую историю вошла Елена Исенбаева в 2009 году, взяв высоту в прыжках с шестом 5 метров 6 сантиметров. Что касается прыжков в длину, то здесь заметно отличились советские легкоатлеты. В 1988 году Галина Чистякова установила новый мировой рекорд по прыжкам в длину с разбега 7 метров 52 сантиметра, побить которой пока не удалось. Первым человеком в мире, преодолевшим высоту 6 метров в прыжках с шестом был советский и украинский легкоатлет Сергей Бубка. Рекорд был установлен в 1985 году на чемпионате в Париже. На протяжении следующих 9 лет спортсмен совершенствовал достижения, прибавляя к результату по сантиметру в год. В 1993 году в Донецке Сергей взял высоту 6 метров 15 сантиметров. Спустя 20 лет французский легкоатлет Рено Лавилини сумел побить действующий рекорд с результатом 6 метров 16 сантиметров. Примечательно, что знаменательное событие произошло все в том же Донецке на турнире «Звезды шеста». Я хочу сказать, что мне повезло даже, что мои тренера – это мои родители. Мне все нравится. Это просто наше огромное желание, чтобы и наша дочь, и вообще наши ученики достигали высших каких-то достижений. Это наша, конечно, мечта, чтобы наша дочь сделала то, что не смогла сделать я на Олимпийских играх. Я была просто участницей, нам бы хотелось, конечно, дойти до медалей олимпийских. Легкая атлетика именно, как не зря же ее прозвали королевой спорта, в этом виде спорта каждый для себя найдет подходящий мой вид. Будь то прыжки, бег, на длинной дистанции бег, метание. То есть тут очень большой выбор. И очень… Ну, именно легкая атлетика развивает в разных… в разные стороны. Она используется и для футбола, и для разных видов спорта. Конечно же, мои самые заветные мечты – это достичь такой вершины, как Олимпийские игры, чемпионат мира. Ну, а самая великая моя вершина, которой, конечно, хотелось бы больше всего – это уставить настоящий бюровой рекорд среди женщин. Надеюсь, что это так и получится. Два года назад в отделение легкой атлетики пришла девочка Ира. Прыгнула в длину, пробежала стометровку и озадачила тренеров непривычно высоким результатом. Через год Ирина Болдырева уже блистала на состязаниях, а в 2015 году одержала победу на первенстве России в забеге на 100 метров с барьерами. За два года дошла до кандидата в мастера спорта. Раньше я даже не думала, что пойду на этот спорт, но потом, само собой, как-то получилось все-таки и понеслось. Ну, он у меня начал получаться, и я подумала, что уже некуда делаться, и все-таки придется продолжать. Дальше, может, что-то еще больше получится, может, будут еще какие-нибудь рекорды. Многие просто не знают, что для занятий легкой атлетикой нужно современное покрытие, современные сектора, прыжков в длину, высоту и все остальное. Конечно, просто побегать – это везде можно. И мы используем наши плоскостные сооружения, мы тренируемся, где есть возможность, пока позволяет погода. Мы в этом году выступали на «Спартаке» оде школьников, выставили команду 20 человек. И надо сказать, что впервые за многие годы мы показали отличный результат. Мы заняли шестое командное место. Это среди всех районов Московской области. Поэтому этот результат достойный. Почему? Потому что в других городах Московской области существуют легкоатлетические школы, а у нас только отделение легкой атлетики. Как вы считаете, непопулярна легкая атлетика? Ведь это же такой обязательный курс для любого школьника, правильно? Да, в школьной программе очень много часов легкой атлетики. Но видите как, легкая атлетика – сложный вид спорта. Он относится к циклическим видам спорта. Это значит тренировочный процесс очень сложный. Ну, не сравнить с игровыми видами спорта, где дети практически заигрываются, а здесь приходится трудиться от и до над собой. Поэтому часто дети просто не выдерживают. Многие не хотят трудиться, тем более в наше время, когда компьютеры есть и все остальное. Не хотят трудиться просто и уходят. С большим трудом талантливых приходится отстаивать. То есть связываться с родителями, разговаривать и все такое. Какие планы и надежды вы связываете с вашими воспитанницами Ира и Викторией? Я знаю, что следующий год у вас очень сложный. Увы, да. Сейчас наступает тяжелое время для девчонок. Ну и для нас, конечно. На следующий год планируется впервые проведение чемпионата Европы среди этого возраста. Вот мы планируем туда. Но особое внимание мы будем уделять подготовке к юношеским олимпийским играм, которые должны будут пройти в Бразилии, по-моему, в 2017 году. Стадион у Голицынской школы номер один единственный легкоатлетический объект в Одинцовском районе. С приходом осенне-зимнего сезона подопечные Светланы Лапиной и Виктора Горлова переходят в спортивные залы, а для повышения мастерства выезжают на манежи в столицу. Взрослые успехи юных звезд из Одинцова дают шанс тренерам надеяться на появление специализированных легкоатлетических объектов. Ведь легкая атлетика – спорт демократичный, а значит, должен быть доступным.